МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кале даже ожидается гололедица. Поэтому забыть, что мы живем в Сибири, никак не получится. Здравствуйте, погода. Тема, о которой говорят всегда и везде. А что еще обсуждали сегодня жители Иркутской области, узнаете в ближайшие полчаса. И сначала корреспонденты программы «Новости по будням» познакомят вас с короткими анонсами основных тем. В результате нападения на частный дом в поселке Усть-Ордынский погибли два человека, еще двое, в том числе несовершеннолетняя девушка, раненые. Уголовное дело уже возбудил Следственный комитет Иркутской области. В Иркутске началась противоклещевая обработка скверов и парков. Ведь в регионе за неделю возросло количество пострадавших от укусов паразитов, некоторые из которых оказались заражены. Оказались во власти огня леса региона. Там начались лесные пожары. Выпуски узнаете, из-за чего или кого страдает Сибирская тайга. Заблудиться словно в тайге рискуют жители Иркутского предместия родящего. По виной всему две крайне запутанные улицы. В рамках традиционной рубрики новости нашего района расскажем, как будет решена насущная проблема. Но начинаем выпуск мы с криминальных новостей. Сегодня они пришли из Ахирид-Булагатского района. Там, в поселке Усть-Ордынском, произошла настоящая резня. В один из частных домов ворвались преступники. После непродолжительной борьбы они убили двух человек. Столько же серьезно ранили. Помимо ножей, нападавшие использовали топоры. Полицию вызвал 36-летний пострадавший. Он сообщил, что ему и 16-летней дочери срочно нужна помощь. На месте происшествия полицейские медики обнаружили не только мужчину и девушку, но и еще двух членов семьи. Они уже были мертвы. Найти подозреваемых в убийстве удалось быстро. Ими оказались 20- и 19-летние местные жители. Оба состоят на учете в психоневрологическом диспансере. Но и это не все. Один из предполагаемых злоумышленников является законным супругом несовершеннолетней пострадавшей. И как раз в этом факте кроются мотивы преступления. Как пояснил в ходе допроса 20-летний задержанный, убийство своей 16-летней супруги он планировал совершить из ревности. За помощью в совершении данного преступления молодой человек обратился к своему старому знакомому. В настоящее время следователями предъявлено обвинение злоумышленникам. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения молодым людям в виде заключения под стражу. Ну а сейчас от новостей криминальных перейдем к общественным. Но не менее важным. К 2024 году средняя продолжительная жизнь россиян должна составить 78 лет. То есть на 6 больше, чем сейчас. Вот только в Иркутской области добиться таких показателей, в установленные президентом сроки, может и не получиться. А все потому, что региональная система здравоохранения признана одной из самых неэффективных в стране. К таким выводам пришли медицинские эксперты. Они решили оценить качество здравоохранения во всех регионах России. Основным параметром стала средняя продолжительность жизни. Так вот, в списке из 85 субъектов Иркутская область находится аж на 83-м месте. Ниже нас только Сахалин и Чукотка. Стоит отметить, что при подсчетах также учитывались такие факторы, как финансирование системы здравоохранения, а также объемы продаж крепких алкогольных напитков. Недостаток первого и избыток второго приводят к тому, что население живет меньше. Соответственно, по мнению экспертов, региональный Минздрав работает неэффективно. Добавляет проблем также дефицит врачей, неудовлетворительное качество оказания медицинской помощи, а кое-где и неправильное расходование бюджетных средств. Говорить о медицине можно долго, и при этом совсем не обязательно работать в системе здравоохранения. Ведь с ней сталкивается практически каждый житель Иркутской области. У кого-то воспоминания от этого опыта исключительно положительные, кто-то даже пытается забыть поход в поликлинику или больницу, как страшный сон. О плюсах и минусах региональной медицины на нескольких примерах, в красках и с подробностями расскажем прямо сейчас. Они лечат, они помогают, они работают. Мы о врачах, которые каждый день сталкиваются с ангелами и демонами региональной медицины. Говорить о хорошем в медицине всегда приятно. Начнем с кадров, а не в Иркутской области. Что надо? На днях врач Иваново-Трюнинской больницы стал победителем Международного конгресса по детской эндохирургии. Помимо красивой статуэтки, Юрий Козлов получил звание лучшего специалиста в своей области. Минуточку! Одна статуэтка вряд ли сможет реабилитировать медицину целого региона. Вспомните только тот случай в Устилимске. Женщина пришла на прием с болью в ноге. После небольшого осмотра ей отказали в госпитализации. Три недели она пыталась пробиться к врачам, но безуспешно. В итоге ногу ампутировали, хотя могли и спасти. Суд обязал выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей. Нет, мой злой друг, адресная помощь все-таки оказывается. Несколько недель назад в Иркутске родителям девочки, перенесшей трансплантацию сердца, передали специальное лекарство. А ведь с ним были серьезные проблемы. Препарат рекомендовали индийские хирурги, которые и проводили операцию. Но лекарство не входило в список разрешенных в России препаратов для детей. Изменить правила все же удалось. Я тебя умоляю. О том, что в Минздраве и Иркутской области есть проблемы с лекарствами, знают все. Те же сотрудники прокуратуры. Именно они проводили проверку по факту несвоевременного проведения аукциона. Дело вот в чем. Семь редких и дорогих лекарств предоставляются федеральным центром. На уровне региона нужно было лишь определить фирму, которая доставит препараты из Москвы. Но они это сделали несвоевременно. Ты представляешь? Конечно, то, о чем мы вам рассказали, лишь часть плюсов и минусов системы регионального здравоохранения. И лично нам очень хочется верить, что в следующий раз истории от лица демона будет в среднем не больше нуля. Евгений Шоев, Алена Полоненко, Денис Ерохин. Новости по будням. Однако пока чаша весов то и дело перевешивается в сторону негатива, который жители региона своими силами пытаются преобразить в позитив. Яркий тому пример история, которая произошла в Братске. Там женщина, получившая компенсацию за смерть своей дочери в больнице, направила средства на лечение двух детей. Все началось еще несколько лет назад, когда в местном медучреждении скончалась 14-летняя девочка. Суд пришел к выводу, вина за это лежит на врачах. В итоге матери погибшей выпотили миллион 350 тысяч рублей. Женщина кинула клич в одной из социальных сетей, искала семью, которая нуждается в финансовой поддержке и нашла. Было решено помочь близнецам. Девятилетние Никита и Володя страдают от детского церебрального паралича и сопутствующих заболеваний. Сейчас братья получили возможность пройти трехмесячный курс реабилитации в Китае. Все это время с близнецами будут находиться их родители. Мы пошли в суд для того, чтобы доказать вину врачей. А деньги, так было решено всеми членами нашей семьи дружно, мы отдадим на благотворительность. То есть поможем кому-то из ребятишек поправить здоровье. И очень рады, что мы нашли эту семью, что это семья наших, братских, врачам наших. Мальчишки целеустремленные, я думаю, у них все получится. И мы от всей души желаем им выздоровления, чтобы они встали на ноги. Забота о детях на сегодняшний день тема актуальная. Многочисленные благотворительные организации призывают помогать нуждающимся в лечении малышам. Да и взрослым тоже. Поэтому мы решили выяснить у иркутян, как часто они материально поддерживают тех, кому это порой жизненно необходимо. Спрашивали, принимают ли люди участие в благотворительных сборах денег. Позицию горожан узнаете далее. Иногда, ну когда позволяет средство, вот то, что идет по четвергам, по телевизору, вот туда я могу что-то отправить. Ну что, ну, в дверь. Из храма выхожу. Стоят, если там уж на что, но Господь сказал нет. Не спрашивайте, на что и зачем собирают. Как правило, этим занимаются люди в соцсетях. Я их не знаю. Они не проверены никем. Поэтому я не знаю, не сдаю деньги им. Время от времени обязательно. Это очень важное мероприятие. Его надо развивать. Редко и только через телефон. Как показал опрос, жители Иркутска участвуют в благотворительных акциях по мере возможности. Лично я это тоже делаю нечасто. Но знаю, что даже один рубль может помочь спасти целую жизнь. Данил Седов, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Впрочем, расставаться с рублями спешат далеко не все. Каждый пятый взрослый житель региона – должник. Не платит штрафы, алименты и за коммуналку. Нехитрый подсчет сделали судебные приставы. Кому, как не им, знать, насколько наши люди погрязли в долговой яме. Жители области не только не хотят отдавать деньги, но и нередко становятся виновниками серьезных пожаров. В Прибайкалье начали гореть леса. Такие факты сегодня выявлены сразу на нескольких территориях. В Иркутском, Усольском, Галаустинском и Осинском лесничествах. Общая площадь пожаров – менее 13 гектаров. В Тушене принимает участие более 50 человек и 16 единиц техники. Накануне на землях заповедного Прибайкалья был обнаружен и ликвидирован еще один очаг. А двумя неделями ранее – возгорание на территории Шелиховского военного участка. Основная причина пожаров по-прежнему человеческий фактор. Сейчас дачники избавляются от прошлогоднего мусора и сухой травы. Неконтролируемый пал в совокупности с сильными порывами ветра – главные факторы распространения пламени. Только за последние сутки пожарные Иркутской области выезжали на тушение сухой растительности 20 раз. С каждым днем эта цифра все больше. При этом не стоит забывать, что до 15 июня практически на всей территории региона действует особый противопожарный режим. Лесные территории сейчас стоят в себе особенную опасность. И дело не только в пожарах. Пробуждаются клещи, а страдают от этого люди. Несколько паразитов, которые принесли на исследование, оказались заражены. Но если вы думаете, что находясь в городе, убережете себя – это не так. Гулять по паркам того же областного центра скоро будет небезопасно. Хотя там и проводят обработку. В чем же дело? Все объясним в следующем материале. Семейные традиции бывают разные. Даже если это совместный поход в поликлинику, чтобы сделать прививку против клещевого энцефалита. Игорь Нычуганов с сыном каждый год проходит вакцинацию. Так как он занимается спортом, посещает лагеря, соответственно, ходит в походы. Поэтому мы переживаем за него и проводим вакцину. Конечно, это мера безопасности в первую очередь. Мы не застрахованы, но все-таки успокаивает то, что вакцина есть. С начала марта за помощью после укусов клещей в регионе уже обратились порядка 300 человек. Из них почти 25% – дети. Самые опасные территории, на которых лютуют кровососущие – Иркутский, Усольский, Ангарский и Ольхонский районы. На сегодняшний день специалисты изучили более сотни паразитов. Двое оказались заражены энцефалитом, 24 – боррелиозом. Можно обратиться либо к нам, либо в травмпункт, где удалят клеща. Затем следующий этап – это исследование клеща на инфекции в случае положительного результата назначения и проведения профилактики. Профилактика ведется и на улицах. Сегодня в Иркутске началась противоклещевая обработка скверов, парков и кладбищ. В течение недели бригады опрыскают территории специальными растворами. На эти процедуры из бюджета выделено полмиллиона рублей. Вот только эффект от подобной деятельности будет недолгосрочным. Он будет действовать еще в течение 3-4 недель, на протяжении, ну где-то до середины мая. То есть все клещи, которые будут просыпаться от зимней спячки, они будут уничтожаться. В этом году повторной обработки не будет, к сожалению, потому что город не предусмотрел. Но следующий год, дай бог, заложен. В том году было обработано порядка 600 гектаров, в этом году у нас порядка 425 гектар. По данным Роспотребнадзора. При этом активность клещей только начинает набирать обороты. А значит, жителям областного центра, да и всего региона, нужно быть предельно внимательными не только в лесу, но и даже в центре города. Маргарита Колесникова, Владимир Пинаев, Виктор Черкашин. Новости по будням. В городах Иркутской области один за другим закрываются торговые центры. На этот раз Тулумский суд сообщил, рассматривает иски против двух объектов Гермес и Содружества. Оба проверены прокуратурой и МЧС. Из-за неисправной пожарной сигнализации работу центров требуют приостановить. Если двери этих объектов все-таки закроют для посетителей, перечень небезопасных с точки зрения закона мест массового пребывания в регионе вырастет до восьми. Ранее в него попали Иркутская карамель, Радуга в Хомутово и Золотой рай в Черемхове. Буквально через неделю черный список пополнили новая дача Ice People и Silver Mall в областном центре. На данный момент известно, что руководство последнего пытается через суд оспорить приостановку деятельности. Основание приводит следующее. Обыски прокуратуры их не предупреждали и о выявленных в ходе проверки нарушениях не информировали. Дело может дойти до закрытия, если выявленные нарушения окажутся очень серьезными. Роспотребнадзор получил право проводить контрольные закупки товаров и услуг. Фактически специалисты ведомства, в том числе в нашем регионе, под видом тайных покупателей будут осуществлять ревизии магазинов, аптек и даже банков. Такая возможность появилась благодаря новому закону. Раньше о своих проверках Роспотребнадзор должен был предупреждать. А значит у заведений и учреждений появлялось время на то, чтобы скрыть нарушения. Теперь, чтобы прижать к ногтюне добросовестных торговцев, необходим только тревожный сигнал. Специалисты производят контрольную закупку, например, если поступила жалоба на некачественную колбасу. Ее отправят в лабораторию и результаты исследований, как пишет российская газета, смогут стать основанием уже для внеплановой ревизии. Также Роспотребнадзор получил возможность приходить с проверкой под видом клиентов в банке. Ведь на финансовые учреждения поступает вал жалоб. Жителям страны и Иркутской области в частности навязывают дополнительные платные услуги, либо невыгодные условия по кредитам. И уличить банкиров можно только если оказаться в учреждении под видом клиента. Изображать из себя кого-то совсем не обязательно. Ведь уже завтра в Иркутске стать клиентом можно будет с удовольствием. Все подробности в ценном выборе. Рыбка красная, но не заморская, а родная с берегов Камчатки. Уже завтра в Иркутске можно будет потеряться в многообразии выбора морских даров. Нельма, Муксун, Кижуч. Всего более 30 видов ценной промысловой рыбы. И, конечно же, красная икра прямо с самолета в среду окажется в столице региона. Такой подарок жителям города приготовила компания деликатесы Севера и Камчатки. От Камчатки до чистых рек Якутии и Восточной Сибири, впадающих в Северно-Ледовитый океан, рыбу с этих регионов вы не найдете на прилавках в магазинах даже в столице. Вылов по квоте, натуральное копчение, которое позволяет сохранить все витамины и микроэлементы. А витаминов и микроэлементов в каждой рыбке не счесть. От йода до магния. К тому же деликатесы на любой, даже самый предвзятый вкус. Балык, филе, суши вяленое, холодного копчения. Все это морское богатство можно будет приобрести с 25 по 28 февраля на продовольственной выставке в первом павильоне Сибэкспоцентра. Павел Желудев, новости по будням. Первым, но не последним в этом году и счастливчикам вручили сегодня свидетельства, которые дадут право на получение соцвыплаты. Ее иркутяне смогут потратить на приобретение собственного жилья. На торжественную церемонию в администрации города собрались 19 многодетных семей. Малыши были рады сладким презентам, а их родители ждали более весомые подарки – документы на получение социальной выплаты. Сумма для всех разная в зависимости от количества членов семьи. Одна выплата может составлять даже более полутора миллионов рублей. Эти деньги выделяет в рамках программы «Молодым семьям доступное жилье». Она действует в областном центре уже несколько лет. На полученные средства можно приобрести готовую квартиру, либо направить деньги на строительство дома. Всего в 2018-м на такое финансовое подспорье смогут рассчитывать 58 иркутских семей, большинство из которых многодетные. Мы стараемся увеличивать объем субсидий на эти вещи, потому что это очень важно. Мы хотим, чтобы молодые люди жили в Иркутске, чтобы создавали семьи, чтобы родственные дети не уезжали из нашего города. Уезжать из города не стоит в конце мая, ведь в Иркутске пройдут сразу два фестиваля – красок и светящихся шариков. Оба мероприятия состоятся в парке Комсомольском 26 и 27 мая. Вход свободный. А что еще интересного произойдет в регионе и за его пределами, знает Юлия Горзова. Ей слово. Всем здравствуйте. По области прошли субботники. Тонны отходов отправили на свалку. Но не проще ли ежедневно следить за собой и не мусорить, чтобы потом не приходилось все это убирать? Сегодня предлагаю поговорить об экологии. Одноразовые мангалы могут исчезнуть в Иркутске. И во всей стране в целом депутаты Госдумы предлагают ограничить их производство и продажу. По мнению авторов инициативы, за лето россияне тратят столько денег на жаровни, что могли бы на них приобрести одну качественную. Но самое главное – недорогие мангалы загрязняют окружающую среду. Люди выбрасывают их, не задумываясь, сколько эта железяка будет разлагаться. Социальный ролик, который заставляет задуматься, сняли сотрудники Гринписа в рамках акции «Океан будущего». На видео группа детей приходит на экскурсию в океанариум. Но вместо рыб и морских животных в воде плавает пластиковый мусор, пакеты, бутылки. Таким образом, экологическая организация попыталась показать, каким будет океан, если не заботится об утилизации и переработке отходов. Думаю, что и взрослых надо водить на подобные экскурсии. Провели школьную экологическую олимпиаду в Братске. Свои знания решили проверить воспитанники 43 детсадов. Малыши бодро отвечали на вопросы о животных и растениях родного края. А чтобы закрепить материал, подготовили творческие номера. Главная цель, которую преследовали организаторы, сформировать понятие «экологическая культура». Чтобы уже с самого раннего возраста врача не знали, цветы рвать и мусор бросать – это плохо. Пластиковый мусор в Липецке поможет детям. Там дан старт необычной экологической акции. За бутылки и крышки от них жителям города будут выдавать сертификаты на покупку констоваров. После весь мусор отдадут фирме, которая реализует проект по раздельному сбору отходов. Деньги, вырученные после сдачи пластика, пойдут на приобретение оборудования для дома ребенка. Позаботьтесь о природе, ведь нашим детям и внукам здесь жить. До встречи! Вынуждены жить в лабиринте сотни человек на двух улицах областного центра. Почему так сложилось и как разрешилась проблема, узнаете после новостей спорта. Первенство Сибирского федерального округа под Хэхвандо состоялось в Иркутске. Представители Прибайкаля не оплошали. Завоевали шесть медалей – три бронзовые, две серебряные и одно золото. Участие в соревнованиях приняли около ста спортсменов из Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Иркутского района стали призерами всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою. Наиболее успешно выступили Артем Черных и Гелани Санабаев. На их счету золото и пояса чемпионов. Всего Прибайкале представляли 25 рукопашников. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет в Иркутске. 5 мая старт будет дан на острове Юнность. В соревнованиях могут участвовать детсадовцы, школьники, студенты, представители силовых структур, трудовые коллективы, ветераны. Заявки принимаются на стадионе Труд до 4 мая. Данил Седов, новости по будням. До наступления мая еще есть время, а значит и возможность напоследок насладиться зимними развлечениями. Именно так поступили почти 700 лыжников и сноубордистов. Они стали участниками необычного спуска с горы Соболиной. Несмотря на снег, все участники заезда наряжены в купальники. Хотя нет, не все, ведь мужчин здесь оказалось ничуть не меньше, чем девушек. Спуск проходит уже пятый год подряд. И по традиции любителям зимнего спорта предстояло преодолеть отрезок длиной в несколько километров. На это у опытных и не очень лыжников и сноубордистов ушло порядка 15 минут. И несмотря на то, что такой заезд носит несерьезный характер, сверхзадача у него глобальная. Привлечение все большего количества поклонников зимних видов спорта. Это не закрытие сезона. Мы будем кататься до середины мая. Погода нам благоприятствует. Снег лежит. Практически все трассы открыты. Все подъемники работают. И сейчас та самая уникальная возможность кататься уже в какой-то очень легкой одежде, получать очень много удовольствия. Согласитесь, мало удовольствия, когда вечером, возвращаясь домой, ты не сразу можешь его найти на родной улице. Выдумки, скажете вы, ничуть. Именно в таких условиях многие годы живут сразу на двух улицах предместира Дищева в Иркутске. Ну а прямо сейчас в рубрике новости нашего района их увлекательная и немного запутанная история, которая, похоже, имеет все шансы на счастливый финал. Уголок спокойствия в бурлящем Иркутске. Именно так можно охарактеризовать предместие Радищева. Но это лишь на взгляд постороннего человека. Местные жители свой район зовут не иначе, как лабиринт Минотавра. Роли мифических злодеев на себя взяли две улицы. Пшеничная пать и Хомутовская. Не просто представить, но в 2018 году в Иркутске есть районы, разобраться в которых может только местный житель. Улицы Пшеничная пать и Хомутовская как раз такой случай. Вот сейчас мы находимся якобы в конце Хомутовской. Но это совсем не так. Ведь буквально за этими двумя панельными домами идут еще несколько адресов точно таким же топонимом. Поэтому если у вас нет хорошего поводыря или карты, разобраться что к чему вряд ли получится. Не помогут даже указатели, которые были сделаны специально для этих двух улиц. Частный сектор, перенасыщенный заборами. Дроби в номерах домов и перекрестное движение за любым поворотом могут завести в тупик. И когда топографический клубок максимально запутался, нашлось решение раздробить улицы. История началась на самом деле из низов. Потому что граждане написали несколько писем в городскую думу. И вот к нам в комиссию по топонимике. Потому что скорая помощь не могла приехать на улицу Хомутовская. Это, наверное, одна из немногих улиц в городе, которая пересекает сама себя. И поэтому они сказали, что давайте как-то мы договоримся, может быть, часть улицы просто дать другое название. Но в итоге поделить пшеничную пати Хомутовскую было решено аж на 36 улиц. Кравец, Пафария, Поляков, Чуринг, Мелин и еще десятки фамилий ярких деятелей дореволюционного Иркутска будут увековечены на карте города. Причем написание новых топонимов будет сделано также по правилам 19 века. Например, если улица, то Полякова. А если переезд, то Поляковский. Конечно, в этом списке из 36 фамилий есть куда более знаменитые. Например, Григорий Шелихов, основатель российско-американской компании. Или знаменитый адмирал Врангель. Но куда более удивительно, что первая в столице Восточной Сибири улица, посвященная ее завоевателю Ермаку Тимофеевичу, появится именно в частном секторе Радищева. Соответствует ли это статусу вышеназванных личностей? Вопрос открытый. Пока же будущее соседства с именами из энциклопедий на жизни двух улиц казалось мало. Здесь все так же бродят козы, а дороги, точнее даже сказать направления, отсыпаны строительным мусором. Однако противников будущего переименования мы за время съемки не обнаружили. В принципе, поддерживаю, но есть много других проблем на этих улицах, которые хотелось бы решить в первую очередь. Не название их, а в частности инфраструктуру, как они выглядят. То есть у нас 21 век, если видно, асфальта нет. Ладно асфальт, нету фонарных столбов. Хотелось бы, конечно, чтобы вечером можно было спокойно прогуляться по улице, этого здесь сделать невозможно. Станет ли возможно не только тихое, но и приятное времяпрепровождение на этих улицах в Иркутске покажет время. Пока же проект переименования Пшеничной Падии Хомутовской ждет своего утверждения. И хочется верить, что плавание, иначе названного корабля, будет куда успешнее. Павел Желудев, Виктор Черкашин. Новости по будням. Ну вот и подошел к концу наш выпуск. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про сайт райной WNTSDFistv.ru. Там каждый будний день в 20.00 доступна прямая трансляция наших новостей. А сейчас впереди вас ждет еще реклама. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на РЕН-ТВ. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин